Давайте про Россию. Министерство обороны РФ приведены в готовность силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за готовящейся провокации с грязной бомбой, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Так кого они готовят? Точнее, они мир готовят или себя готовят? Что происходит? Мир готовят и себя. Вчера же звонил Шойгу, мир пытался готовить. Теперь они себя готовят. Надо понимать, это как информационную операцию, которая имеет, теоретически, конечно, имеет возможность превратиться в нечто материальное, но это просто цепь шантажа последовательного. Чернобыльской угрожали в начале, в самом начале конфликта, когда они ее занимали там и так далее. Потом они там спустя какое-то время угрожали, я уже не помню, то есть всю эту череду угрожали Запорожской. Сейчас, в крайнее время. Потом Новокаховская дамба должна взорваться, все затопить. Украинцы должны, да теперь грязная бомба. Потом изорновая сделка, это все попытка выпросить, запугать мир, особенно Европу, до такой степени, чтобы они уговорили нас на переговоры. Это форма выпрошивания переговоров, ничего больше. Мы вообще закладываем то, что сумасшествие Кремля может дойти до того уровня, что они это сделают. Но в конце концов, ага, вы не верите, значит, вот так мы с вами. Именно сделают ядерный удар? Да. Да, мы готовимся к возможному применению, хотя оно до сих пор носит сугубо теоретический характер угрозы его применения. У нас есть разведчики где-то в окружении Министерства обороны Российской Федерации, чтобы мы заранее понимали, хотя бы в каком направлении планируется этот ядерный удар. Мы узнаем. Если запланируют, мы узнаем. Алексей, хочу вам напомнить, что в моем эфире вы сказали, что если вдруг вы почувствуете, что с Белоруссия будет новое наступление на Киев, то вы нам дадите знать. Время пришло. Я буду в черной футболке и буду подмигивать. Пока, видите, ни черной футболки, ни подмигивания нет. Поэтому, да, можно не волноваться. Там та же самая ситуация, что с ядерным ударом, только чуть-чуть ближе к потенциальной реализуемости. Они проводят подготовку к тому, чтобы получить способность реализовать эту угрозу. Но до реализации самой угрозы очень-очень долго, и неизвестно, смогут ли они реализовать. То есть, надо сначала создать весомую группировку, которая может хоть что-то получить здесь, кроме разгрома. Это не меньше 25-30 тысяч человек. А потом, ну, еще принят решение на ее применение. Что тоже далеко не очевидно. То есть, не создана группировка. Когда ее создадут, не очевидно, что она будет применяться. Но мы проводим соответствующую подготовку. Учения идут вдоль всего украинско-белорусского границы, сейчас наши. Северный Буревий называется, Пивничный Буревий. И они идут уже больше месяцев, включая от себя всестороннюю подготовку к возможному вторжению. Поэтому... Ну, и потом надо понимать, мы же похоронили тут и выгнали 40 тысяч, 45 где-то лучшего элитного российского войска. Ну, а при первом вторжении. А мобилизованы, да и в меньшем количестве, плохо вооруженные. Судьба их понятна. Алексей, просто вспоминаю, наши с вами еще начало февральские эфиры. И вы говорили, что вот анализируя то количество войск, которые у них сейчас на границе, понятно, что они не смогут захватить Киев. И они, тем не менее, пошли. Вот сейчас такие решения, которые могут быть приняты просто импульсивно, что мы хотим наступать на Киев, даже если у нас не хватает на это сил. Сейчас это не будет импульсивно. Они идиоты, конечно, до такой же степени, чтобы не учесть предыдущий опыт. Они будут угрожать для того, чтобы создавать панику в стране. Раз. Новую полу беженца вызывать. Два. Для того, чтобы иметь возможность бить по Киеву полевой артиллерии, например. Ну, может, не по Киеву, но, например, по энергоструктуре вокруг Киева. И они будут пытаться показать Западу и в Украине, в основном Западу, то, что называется в украинском языке слово «спроможность». Свою способность снова и снова наступать. Несмотря на все потери. Мол, русский медведь бесконечен. Как бы вы нас ни убивали, мы все равно. А значит, давайте мириться. То есть, все это надо понимать, судить, это попыток затянуть нас на переговоры, так и снова. Ну, Путин вполне способен отдать им команду «наступайте вперед», понимая прекрасно, что немалее успеха у них не будет вообще. Ну, просто, чтобы причинить нам очередные неприятности. А мира в очередной раз попугать. Да, он на это способен. Беларусь проводит, ну, если не мобилизацию, то, во всяком случае, к ней подготовку. Сейчас они сверяют данные, проверяют все списки. Как вы думаете, действительно ли Путин смог так надавить на Лукашенко, что он пойдет на эти еще более непопулярные шаги, чем в Российской Федерации? Нет, для войны это все. Они проводят то, что называется скрытая частичная мобилизация, но основные специальности, которые они затребуют у населения, это строительство. То есть, это те армейские подразделения, в основном инженерно-саперной части, которые будут заниматься улучшением инфраструктуры для тех же самых россиян, но не для того, чтобы стрелять в Украинскую. Поэтому белорусское вторжение еще более дальше, чем я, гипотетически, чем я, да, тактически. Белоруссия не способна технически и не хочет морально вообще принимать в этом никакого участия. Белоруссия.